Болельщики Енисея поддерживают команду изо всех сил. Первый период наши спортсмены отстояли достойно и уступили всего три очка на штрафном. Борьба почти все время проходит на нашей половине. Без болельщиков не обойтись. Их пришло много. Сильный мороз не напугал фанатов. Видеть такое количество болельщиков на центральном стадионе в минус 17 непривычно. Это при том, что это только половина из тех, кто сюда пытается пробраться. Возле каждой проходной сейчас очередь в сотни людей. Еще удивительнее видеть целую команду болельщиков из Ирландии. Зеленый сектор ярко выделялся из массы сибиряков. Никаких стычек не произошло. Тем более, что гости отметили сильный боевой дух нашей команды. Очень и очень сильная команда. Невероятная сила. Еще, мне кажется, это самая холодная игра в истории профессионального регби. Вы, наверное, в Красноярске привыкли к таким играм, но для нас это все в новинку. Мне кажется, сейчас минус 20, а спортсмены играют, словно это норма. Наша команда держалась как могла. Во втором тайме тренер сделал упор на атаку. Но штурм не удался. Мы получили несколько штрафных. За 15 минут мы пропустили больше 15 очков. Большая часть по штрафным. Вот мы ровно отыграли первый тайм. Есть проблемы в нападении, но мы очень ровно отыграли в защите. Мы начали второй тайм очень активно, но опять не использовали. Как раз опять у нас возникли вдруг ошибки в защите. И параллельно к ошибкам в нападении мы провалили эти 15-20 минут. Мы не проиграли в тактике. Мы проиграли в количестве собственного брака. Частые осечки привели к тому, что к середине второго тайма счет был 0-24. Но после серии замен и смены тактики Енисей смог сократить разрыв. Но вырвать победу у команды такого уровня мы не смогли. Ирландский клуб «Конах» выиграл со счетом 31-14. Димит Лабушев, Алексей Егоров, Афонтова. Новости. Продолжение следует.